Денис, приветствую тебя. В этот непростой четверг для всех финансовых рынков, в принципе, уже более суток прошло, имя президента еще неизвестно, в моменте я думаю, что я, ты, так же, как и все трейдерское сообщество следят за тем, как сейчас обстоят дела с именно предпочтениями коллегии выборщиков, сколько там у Байдена, сколько у Трампа, ну, действительно, ситуация очень непростая. Я вчера, когда стали считать результаты, смотрел за этими цифрами, ну, было абсолютно очевидно, что Трамп точно сможет одержать победу, когда отрыв был минимальный, там, больше 15 голосов, и я практически в этом не сомневался. Ну, то есть, может быть, где-то так, для поддержать такой легкий хайп, а вдруг Байден все-таки, может быть, он сможет опередить Трампа и так далее. Сейчас, возможно, это даже уже реальность, которой нужно готовить. 264 голоса у Байдена, 214 у Трампа. Есть сайт, где можно отследить разного рода сценарии, я думаю, что в качестве комментариев к этому ролику я этот сайт приложу, поэтому, друзья, если вам интересно, можете тоже смотреть. Короче, у Трампа есть только один вариант сейчас одержать победу, это получить неоспоримое большинство в Пенсильвании, в Джорджии, в Каролине и в Невайсе. У Байдена больше вариантов, опять же, одержать победу, потому что ему, в отличие от Трампа, нужно не 56 голосов, а всего лишь 6. И я думаю, то, что он сможет получить эти 6 несчастных голосов, даже вот сейчас могу прикинуть, откуда они могут прийти. Скорее всего, они придут даже вот из той самой Невады, которая должна, по идее, достаться в плане победы Трампу. Самый негативный сценарий, он как раз сейчас и реализуется, то есть быстрой победы, быстрого оглашения результатов не получилось. Как были предположения, что из-за дистанционного голосования в этом будет основной камень проекновения. Так и получилось, Трамп сейчас бьет тревогу, его предвыборная компания катится вниз, все, опять же, сотрудники его представительства сейчас закидывают жалобы, участки избирательные тех регионов, где он проиграл, потому что, ну, сейчас нужно, конечно, что-то делать, чтобы республиканцам попробовать исправить ситуацию. Но мне кажется, что Трампу, наверное, потихонечку, вероятно, нужно уже начинать признавать поражение. И почему-то я уверен, что после вот этих непростых дней, которые нас ждут, может быть, даже еще около недели, когда будут идти вот эти юридические разбирательства, в конце концов, имя президента будет Джозефа Байдена. Как это повлияет на рынки, давай прям непосредственно графиком. И сейчас, наверное, будет уместно посмотреть на фондовый рынок США, безусловно, на то, что происходит с индексом американской валюты. Ну и чтобы уж всю категорию инструментов затронуть, давай еще и на сырье глянем на нефть сегодня. Так. Давай. Демонстрация должна была уже пойти. Сейчас, друзья, на экранах индекс доллара, который, как мы с Денисом и предполагали, развивает уверенные снижения. И интересно то, что индекс доллара сейчас снижается тогда, когда мог бы еще поддержаться. Наплавуется вот эта неопределенность. Но, судя по всему, всем уже очевидно, тем, кто делал ставки на снижение, что победа Байдена – это, возможно, еще больший триггер для распродаж доллара. Потому что победа Байдена – это победа демократов. Демократы ратуют за более активное экономическое стимулирование. И, разумеется, если экономика получит больше двух триллионов, как того хочет Байден, то, соответственно, индекс доллара полетит камнем вниз. И останавливать его уже, смотреть на уровень, будем, возможно, ниже 90 пунктов. Поэтому я рекомендую пользоваться текущей ситуацией, пока американская валюта индекс доллара дает возможность себя продать по более высоким значениям. Хотя очень надеюсь, что, друзья, те, кто следит за нашим совместным творчеством с Денисом, вы решение о продаже индекса доллара принимали уже раньше, когда он котировался в районе 94 пунктов. Также наше с тобой предположение относительно того, что фондовый рынок точно уйдет к новым локальным максимумам. В принципе, оправдалось. Рынок растет более недели уже. Ничего его не пугает. Это еще один сигнал, друзья, к тому, что все прекрасно осознают, что за вот этой неопределенностью скрывается все-таки новый политик, который будет решать только одну проблему. Причем для демократов и республиканцев это проблема помощи экономике в условиях пандемии. Короче, все об одном же. И в том же это о новых деньгах, которые поступят на рынок. И любимая часть денег достанется фондовому рынку. Конечно же, фонду, в частности СНП, можно было бы подбирать в идеале чуть выше 3200 пунктов. Но сейчас есть то, что есть. В частности, котировки 2374. Я практически не сомневаюсь в том, что в перспективе ближайшей недели мы обновим и 3600 и уйдем на новый исторический хайп. Эта идея очень тесно коррелирует с ставкой на снижение индекса долларов, потому что здесь только один триггер, который скрывается за этими движениями. Это новый пакет госпомощи, который приведет к ослаблению американской валюты и поддержит рисковые инструменты. Сегодня мы не распыляемся на активы рынка Форекс, такие как евро, фунт. Но если, друзья, вас интересуют эти инструменты с точки зрения фундаментального анализа, при слабости доллара, конечно же, евро. Уйдет там на новый локальный максимум, окажется выше отметки 1.19 легко. И по фунту тоже может сохраниться восходящая динамика. А что касается нефти, то в последние дни, вот несколько сейсов, мы видим, что рынок активно выкупают. И вот прекрасные значения были совпадающие с скользящей средней 130-мой, на которую я рекомендую обращать внимание. То есть рынок ударился, о нее там 41, примерно 35 и корректируется вниз. Я думаю, что за вот этим напускным позитивом, которым сейчас пытаются выкупить рынок нефти из-за того, что проблемы спроса не существуют, якобы опека поможет, скрывается все-таки не совсем правильная рыночная тенденция. У рынка нефти в приоритете по-прежнему снижение, потому что из-за ситуации с ковидом, которая с каждым днем становится все хуже и хуже, спрос на нефтянку будет снижаться. Франция, Германия, Италия, Великобритания, США – это регионы, которые уже находятся фактически под куполом общенационального карантина. На этом фоне резко будет падать спрос на топливо, а с этой проблемой вообще ничего не может тягаться, первый квартал этого года нам показал. Поэтому рынок нефти я рассматриваю вниз, рекомендую как бы продать этот актив, ну не дожидаться повторного теста скользящей средней, а зайти через отложку селл-стоп с уровня 40-30, в расчете на то, что бренд может просесть к уровню 35 долларов за пару. Денис, слово тебе передаю. Слово взял, есть что показать. Ну, касательно выборов, я тоже самое следил, знаю прекрасно, о каком сайте ты говоришь, кликовал его у себя тоже на канале. Действительно, Байдену осталось среди выборщиков всего лишь 6 голосов для того, чтобы 270 его поддержало, и, следовательно, он автоматически тогда уже выигрывает выборы. Сейчас, в принципе, даже написано, что у Трампа есть только один способ заработать недостающие 56 голосов электориата, это выиграть Пенсильванию, Джорджию, Северную Каролину и Неваду. Но, если честно, вероятность этого варианта развития событий крайне невысокая. Да, эти сейчас области больше лидируют за него, но, опять-таки, большое количество голосов сейчас было сделано по почте. То есть, голосовали, соответственно, по почте избиратели в этом году из-за ограничений, связанных с пандемией. И именно из-за этого все это затягивается и может затянуться еще значительно долго. Вопрос в том, как быстро все-таки недостающий Байден наберет голосов выборщиков. Ну, если честно, я думаю, что, да, действительно, у Трампа уже вариантов практически нет. То есть, вероятно, что он выиграет, может, там, процентов 10, наверное. Вот. И, как бы, будет Байден. Мне, в принципе, ну, так как я не являюсь резидентом США, то есть, не живу там, по большому счету, все равно. Главное, что брос фондовый рынок. И тогда все мои купленные акции заранее, за месяц-два будут себя прекрасно чувствовать. Это, вот, пожалуй, мой единственный такой корыстный мотив. Вот. И мне абсолютно все равно, кто у них будет президентом. Главное, что все хорошо росло, и мы на этом зарабатывали. А если говорить уже непосредственно, значит, о графиках, ситуация у нас следующая. Значит, сейчас вот фондовый рынок, то, что мы с тобой как раз позавчера анализировали, на этой неделе действительно прекрасно рынок себя чувствует, фондовый отрастает, отрастает сумасшедшими темпами, на самом деле. И при такой комбинации у нас тут даже, вот видите, ну, кто-то скажет, что это там треугольник нарисован и так далее. В принципе, неважно, на самом деле, как это называть. Самое главное то, что цена с достаточно большой вероятностью у нас попытается протестировать локальные максимумы, которые сейчас вот потихоньку подбираются к ним. И у меня лично по-прежнему вероятность одна – это рост. Я не видел никакого серьезного падения. Постоянно призывал именно покупать данный индекс. Сейчас вот со второго раза буквально это отработало, потому что первую зону вот здесь пробили, и вторая оставалась у нас вот здесь. Другого ничего не было. Плюс уровень, вот он стратегический. Поэтому ближайшая цель, я считаю, что 3,540 – это на перехай максимума прошлого, точнее, уже месяца. Это был октябрь, 12 октября максимум его перехай. И до конца года движение вверх, все-таки новогодние ралли. Я очень надеюсь, что на рынке состоится. И тогда мы можем увидеть где-то район 3,800 приблизительно. Как это писал недавно JP Morgan, они там и 3,800, и 3,900 озвучивали цели индекса S&P 500 до конца года. Ну, посмотрим. 3,900 не уверен, но 3,800 в принципе взять могут. 10% роста от максимумов – это не так уж и много на самом деле. Так что готовимся к ралли, очень на него надеемся, ждем. И пускай уже вся предвыборная канитель побыстрее заканчивается. Кто бы там ни был, главное, чтобы на рынке все было более-менее стабильно. Касательно нефти, я поддерживаю твою идею касательно ее продажи. Более того, скажу по нефтемарке VTI. Я сейчас нахожусь уже в продаже от уровня 39, здесь максимум был 39,20 ночной. И в целом я стану нескорен, что действительно приоритетное движение у нас сейчас еще будет вниз. Почему? Потому что есть мощнейшая область накопления. Вот это все сегмент крупного накопления. Был сделан мощный тоже выброс вниз на больших объемах. Они уже были перекрыты вверх, но при этом осталась буквально последняя зона продавцов, которая подтверждается и сочетается еще и плюс с локальными уровнями сопротивления и маржинальной зоной также. Поэтому если все это вместе суммировать, я посчитал, что риск в 60 тиков здесь абсолютно небольшой считается. При том, что самый-самый ближайший минимальный тейк здесь от точки входа будет находиться уже на 290. То есть, в принципе, соотношение получается практически 5 к 1, что, по моему мнению, будет неплохо. Так что я себе цели выставил на 36 и на 34 по нефтемарке VTI. То есть на бренде, грубо говоря, 5% доплюсовать к стоимости цены VTI и примерно получим стоимость бренда. Поэтому приоритетно пока что я больше все-таки смотрю на продажу. При этом, если говорить об индексе доллара, здесь я, честно говоря, ожидал более серьезного выброса вверх. То есть, как это было в 2012 году, как это было в 2016 году. Обычно как происходило, более такая крупная тень была вверх, а потом уже мощно обваливали. Но что-то в этом году, смотрю, совсем рынок немножко сдулся. Видимо, пандемия тоже дала о себе знать, поэтому перехай был совсем крошечный. Еле-еле буквально сделали перехай по индексу и потом уже обвалили. У меня нет ни малейших сомнений о том, что движение вниз у нас продолжится. Мы можем уже полноценно даже сформировать вот такой вот каналчик, направленный вниз. Причем пока что даже без расширений. И даже по нему у нас ближайшая цель в районе 92 уже вырисовываться. Поэтому я призываю все-таки все, что связано с индексом доллара, в противовес покупать, а сам индекс доллара продавать. И, следовательно, при падении индекса доллара, как ты уже правильно говорил, у нас происходит... То есть, деньги никуда с рынка не деваются. Они вот так вот по кругу постоянно вращаются и происходит их перераспределение. Следовательно, если начнут потихоньку уже выходить из защитного убежища, то есть с доллара, то эти деньги куда будут перетекать? Они будут перетекать на товарные рынки и, конечно же, на фондовые. Поэтому, следовательно, индексу, кроме как роста, ничего другого не остается. Потому что все компании, у него входящие, тоже будут показывать общую растущую динамику. Там некоторые могут быть смешаны, но общая растущая. И еще один маленький такой момент касательно нефти. Дело в том, что если действительно победит, победа будет за Байденом, то Байден как раз-таки больше развивает и больше топит за зеленую энергетику. То есть, следовательно, если Трамп поддерживает нефть, то Байден наоборот. Он как раз-таки уже за альтернативные, за зеленые источники энергии. И при Байдене я не вижу причин для какого-то бурного роста нефти. То есть, мы можем по нефти на данных отметках застрять весьма надолго, если действительно у власти будет Байден. Ну, а фондовый рынок при этом будет себя чувствовать очень даже неплохо, кроме акций нефтяных компаний. Денис, спасибо тебе за комментарии. Традиционно тебе хорошего закрытия недели, классных выходных. Надеюсь, что на следующий будет все-таки у нас больше конкретики. Очень рассчитываю то, что если проиграет Трамп, то признает это поражение. Потому что все-таки он человек... Ну, уходить нужно достойно. Мужик, да, он серьезный. Не нужно ему играть вот в эту фигню, типа, а давайте пересчитаем и так далее. Может, вы не правы. Ну, это как-то некрасиво будет, наверное. Достоин нужно принять поражение. Он был крутым президентом. Пусть надо уступить дорогу демократам. Пусть они попробуют справиться с последствиями пандемии. Хотя я уверен, что ничего системно особо и не изменится там. Следующий эфир у нас с тобой, соответственно, во вторник. Там уже и поговорим. Спасибо тебе, Денис. Договорились. Отличных тебе выходных. И до вторника. До им. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok